здравствуйте дамы и господа сегодня мы отправляемся в игру nox тимор я не знаю как это перевести но здесь есть огромная кнопочка play если на нее навести она загорается красным адским советом поехали бабах давайте дадим имя нашему главному герою пусть он будет тимон тимон появился в какой-то непонятной комнате вокруг были шкафы стулья ножи на стенке какой-то убогий потолок из кирпичей видать из кирпичей предыдущих посетителей тоже он здесь забыл думал он какая-то дверь с дичайшим скрипом она открылась прям сквозь него интересно подумал он какая-то труба коридор и очередная дверь здесь видимо давно не было человека который мог бы эти двери смазать петли смазать сундук очередной сундук он нашел раковину которая кажется немного была запачкана какой-то кровью странно было вокруг пусто и что такое он заметил нечто за дверью не что следило за ним пустыми глазницами его кожа покрылась мурашками что это подумал он этого чего-то были очень острые когти выглядело ужасно и она реально крутила головой в его сторону мать твою подумал тимон что же это не стоит поворачиваться к нему спиной странно она пропала где-то в пустоте темного коридора позже эти скрипящие двери тимон не выносил звук скрипа ему теперь все время мерещилось что эта кукла хренукла ходит за ним по пятам странно вокруг ничего не было даже эти а нет она двигалась она подходила все ближе и ближе он уперся в дверь спиной нащупал рукой крючку дернул ее и забежал внутрь комнаты что же делать она хочет его убить видимо нет иначе она бы это уже давно сделала что за фигня почему я бегаю между этих двух комнат задумался тимон и вот он нашел что-то что-то на комоде i'm glad to see you here клочок бумажки на нем надпись я рад видеть тебя здесь твою мать подумал тимон о господи хрен ли она так близко пошел-ка я нахрен отсюда о наконец-то наконец-то темный длинный коридор все лучше чем ходить по этим долбаным двум комнатам куда же он приведет думал тимон кто-то он увидел дверь а за дверью комната опять та же комната странно перенеслась в пространстве гейн надпись снова снова то снова подумал тимон очень интересно а твою мать крикнул он что происходит а эти ватные человечки стояли рядами вокруг и смотрели на него смотрели крутили головами крутили головами и смотрели же зрелище было ужасающее как солдаты хрен знает чего you can escape ты можешь спастись надпись подбираем записку этим он чувствовал затылком что что-то происходит за его спиной он очень боялся повернуться но через стену он ходить не мог поэтому он сделал резкий резкий поворот головы налево ничего не изменилось странно очень странно пойду-ка я дальше подумал тимон и увидел что-то непонятно по при его движении свет выключался наверно какая-то надо технология подумал тимон пришел опять в эту комнату эту бесконечную комнату что происходит подумал он надпись на записке гласила но ну что но обычно так говорят лошади когда ее понукают а тут пустота это пустота она действовала на нервы но тимону приходил сидеть вперед и он он увидел поворот тут это был звук кирпичей который отложил только что тимон действительно не каждый день увидишь как дверь от тебя убегает очень странно подумал тимон может быть я сплю это бесконечный туннель и он увидел что-то она стояла к нему спиной может быть это она писала записки ему было страшно в то же время ему захотелось очень 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 захотелось отвесить просто пендели этому гаду за то что он троллит его страшно было подойти но он сделал это да твою мать а а а а а а а а а жесть подумал тимон такого не ожидал действительно это оказалось какой-то невероятной херней которая открыла рот на животе пугала его и заставила покричать надпись на записке you'll come back anyway ты все равно вернешься было мать твою страшно как никогда но тимон понимал то если будет стоять на месте он никуда не выберется из этого потока сознания чужеродных эмоций опять страшные звуки как будто упал тролль соседнем коридоре а постойте троллей не бывает подумал тимон это какого хрена того что сейчас с ним происходит тоже не бывает очередная записка лежала на комоде посреди коридора тебя нет выбора было написано на ней кажется она намекала что нам придется идти в дверь тимон уже немножко привык к этим скрипом что это было он даже не успел подумать какая-то хрень белая в красную точечку прилетела врезалась в него не оставила ли она каких-нибудь следов на нем думал тимон нет вроде бы вроде бы все в порядке дверь закрыта за дверью фонарь подсвечивающий какой-то кусок чего-то мясо что это странно подумал тимон так записка за дверью но здесь закрыта наконец-то тимон нашел открытую дверь а страшным скрипом она как всегда открылась и он вошел библиотеку какое-то чувство дежавю тимона это помещение очень похоже на библиотеку в одной игре она была очень страшной кажется она называлась outlast но сколько лет прошло он очень давно играл в эту игру очередная записка лежала на столе а рядом с ней какой-то ключ да он взял ключ ты не сможешь you can't get away from me ты не сможешь от меня отделаться надпись что происходит какого так нам дали ключ ключ от двери наверняка тимон побежал обратно он помнил что две двери в коридоре были еще закрыты ох твою мать книга ты такая маленькая но заставила сделать гору кирпичей главного героя неужели так просто выпустят его из этой библиотеки видимо да так теперь мы можем открыть еще одну дверь записка на которой было написано я часть тебя интересно это было сортирная тимон долго мялся перед дверью кабинку а вдруг там говно опа нет его там не было удивительно подумал он идеально чистый туалет такого не бывает в реальном мире он нашел ключ на это находка прервала его поток сознания его мысли о том что таких туалетов не бывают и он пошел ох ты он увидел двух правых ребят которые охраняли вход в дверь за которой был фонарик ну он уже знал что от этих ребят ничего ждать не надо страшного и подошел это оказалось записка это мой мир было написано в записке фонарик наконец-то когда-то давно в страхе он так сильно тряс руками что выронил фонарик но теперь у него есть свет ох какая-то записка еще появилась z life in твоя жизнь в гениально я просто мастер переводов этим он пошел какая-то хрень снова выбежала из темноты накинулась на него какой-то своим животом набросилась это было чертовски страшно после крика этого чертова чудовище в голове звучали непонятные шумы напоминающие гудение тепловозов где-то в отдалении и он пошел по туннелю вперед 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 снова вперед снова что-то где-то упало нет о он нашел сужение удивительно подумал он кто так строит такое ощущение что он спустился по лестнице да действительно это была лестница своеобразная конструкция так он нашел какую-то комнату комната в которой была лампочка странно она светила но не была подключена никакому источнику питания полная мистика подумал тимон видимо я реально в чем-то сне а может быть даже в своем начал путешествовать дальше по коридору и немного не понял какая-то тупая развилка подумал он снова лампочка снова одни и те же комоды он нашел записку она лежала на полу на ней было написано и каждую ночь чтобы это могло значить он взял эту записку вашу машу самодвигающиеся стеллажи теперь тимон был уверен без нанотехнологии здесь явно не обошлось непонятные звуки постоянно долбили в уши он все шел по узкому коридору и увидел дверь открыл ее и увидел призрака тень что это было он так и не понял он увидел еще больше таких же теней кто все эти люди если их можно так назвать подумал он очередная дверь вот был только один он пошел дальше стрейфом выходит из-за поворота но здесь никого нет бояться то нечего вдалеке он увидел что-то мерцает что же это как далеко это находилось пришлось очень долго идти и вот он понял очередная записка лежит на полу и светится надписью что ты в ловушке ты в ловушке очень странно подумал он это действительно похоже на ловушку тоже ждет меня впереди лампочка еще одна люди призраки мистика то творится подумал он что с этим делать куда идти где вообще я нафиг какие-то стеллажи ну их нафиг не хочу почему ты фонарь очень слабо светил а он нашел какой-то проход пошел по нему так очередной поворот и здесь был стеллаж видимо придется идти в тот туннель из стеллажей тишина гнетущая она просто пищала в висках что же мать твою я рад снова тебя увидеть ты можешь спастись сбежать но ты придешь снова у тебя нет выбора твою мать я не успел доперевести полную записку много текста на английском языке и выход надеюсь вам понравилась эта игра и если да то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал а все кирпичи которые вы сделали при просмотре этого видео прошу направлять в фонд недостающих кирпичей они будут строить мне гараж спасибо за внимание а а и и и и и и и и и